Лекция о проведении расследований. Лекция еще пока что не составлена. Расскажу просто про расследование от себя. Получается, есть несколько типов расследования. Точнее, с чем они связаны. Есть убийства. Есть связанные убийства с наркотиками. Это занимается ДИА-дел. Вот. Сид занимается просто убийствами с оружием и так далее. Вот. Давайте просто представим себе, что такое расследование. Расследование это, ну, получается, картина, да, которая состоит из пазла. Эту картину взяли и сломали, типа, ну, отделили. И пазлы это улики ваши, из которых улик вы должны собрать картину. Расследование. Вот. В расследовании нужно описывать ход его расследования, материалы, которые были получены в ходе расследования. Досье, либо убийца, либо наркотик, либо это будет вообще, либо это будет вообще, там, банды, либо мафии какие-то. Вот. ФБР никогда не начинает расследование первыми. Потому что, ну, как именно они начинают, но в таких расследованиях сначала, ну, делают все ПД. Получается, они приезжают на место, да. Если какая-то была перестрелка между группировками, они отцепляют место ПД. Вот. Приезжают уже туда на место ФБР и проводят расследование. Собирают всевозможные улики для дела составления, вот. И начинают уже, если информация есть о банде, да, они начинают засылать агентурную сеть. Так развивается дело, и получается, ну, проводится облава. Если банда уже раскрыта, как банда, да, типа, они там могут прикрываться разными отельеи, там, еще что-то. Тату-клуб какой-то, баскетбольный клуб, еще что-то. Ну, прикрытие у них. Получается, расследование проводится как? Так, вы приезжаете на место, берете спецкейс, там все есть необходимое для вас. Находите во всевозможные улики, кладете их в зип-пакет, фотографируете место преступления, и после этого уже, и, получается, едете в офис, снимаете всевозможные ниточки, точнее, ну, отпечатки пальцев, волосяной покров, там, еще что-то, ну, типа, что-то типа такого. Вот. А по ним уже вы находите владельцев этого пальца, там, по крови той же самой можно определить. Но это, наверное, уже ближе к судмедэкспертизе. Вот. А если на месте преступления найдено, ну, неизвестное вещество, вы подозреваете, что это наркотическое какое-то вещество, да, оно как-то будет упаковано не так, как, ну, обычные конфеты, там, например, да. Вы везете эти неизвестные вещества на экспертизу в любой из МЦ. Лучше МЦСФУ в больнице СФ. Да, лучше МЦСФ, потому что там есть свой судмедэксперт, Эмилия Кардосов. Вот, и она нам помогает. Вот, как только, ну, идет, короче, судмедэкспертиза, и вы тоже не прохлаждаетесь, вы находитесь всевозможные нитки, получается. Если, получается, человек был судим, да, вы отпечатки сняли с оружия или еще с чего, то все отпечатки есть уже в базе данных. Если отпечатков на оружие нет, да, они были все в перчатках, да, вы, ну, на месте должны будете снять отпечатки с них, вывернуть на другую сторону перчатки и снимать уже оттуда. Сейчас, пальцы. В принципе, на этом все. Там потом вам уже практика покажет больше, чем лекция. Все, вопросы есть какие-нибудь, типа, к лекции? Все, ладно, все провел. Все, закончено, да.